Доброе утро. Я покидаю этот чудесный, чудесный костел. Да. И меня ждет новый день, новый переход. Океан, океан. Я решила идти дальше вдоль океана, поэтому еще три дня я буду идти по прибрежному маршруту. А дальше я сверну туда, куда. Туда уже придется, уже без вариантов, уже придется идти по тому маршруту. Уже там, где будет много людей, хватит. Надо вылезать из своей скорлупки и становиться приветливым человеком. Начинать любить людей. Чудесный город. Потрясающе просто. Вот такие путешествия дают возможность посмотреть другие города, увидеть их более полно. Это очень круто. Я присела позавтракать и вот что хочу сказать. Я не веду записи того, сколько я трачу денег в день на камины. Всегда об этом спрашивают, но... Ну вот я не люблю такие вот записки. В прошлый раз Аня писала, и она вообще это любит, а я не люблю. Ну вот. Потому что примерно... Это... Я себе рассчитала 30 евро в день я буду тратить. Например, завтрак. Это кофе с молоком и булочка. Да? Вот это вот стоит 2 евро. То есть рассчитывает там на кофе 1 евро, булочка 1 евро. Суп стоит там 2 евро. Например, здесь в Португалии. Жилье, вот, например, самое дорогое у меня было, ну, не считая тех первых отелей. То есть 20... Жилье за 20 евро я себе сказала, что я могу себе позволить. В общем, я просто придерживаюсь того, что я трачу 30 евро в день и все. Можно тратить меньше, можно тратить больше. Многие люди прям хотят вообще полный расклад, сколько чего стоило. Ну, например, бокал вина стоит 1 евро где-то. А где-то он стоит 2 евро. Пиво стоит бутылка тоже 1 евро, где-то 1,5 евро. Ну, приблизительно, короче, нужно рассчитывать на 20. И если как-то более комфортно и более вкусно, то 30 евро в день. Это, конечно, потрясающая сегодня вот утренняя вот эта вот дорога. Прям, прям круто с утра идти. И не знаю, как тут, насколько круто по ней идти, когда ты проснулся до рассвета, в темноте вот это все проскочить. Нет. Нет. Что-то стрелочки противоречат. Одна говорит налево, а эта говорит прямо. Пойду, наверное, налево. Там вроде бы есть дорожка, настил вообще вдоль побережья. Ну и что? Вот оно мое. Вот оно мое сегодняшнее. Я вон там. Оки. Оки. Чёрным это реконструкция дорожек, да? А зелёное это уже сделали. Ну, отлично. И вот смотрите, здесь есть, здесь есть тоже фонтанчики. Вот. Можно пить. Прекрасно. Прекрасно. Когда есть водичка для пилигрима, это замечательно. Ох. Океанище. Океанище. Нет, океан это не море. И разница большая. Вы знаете, вот на французском пути, каждое утро, когда мы выходили, ну, буквально спустя какое-то время, ну, выходили последними, как правило, из города. И как обычно тебя очень быстро кто-то догонял. Потому что на французском пути, ну, достаточно часто расположены альберги, города, где можно остановиться, переночевать. И в течение дня там, ну, что там, кто-нибудь эти 5 километров быстро добегал до тебя. И ты каждое утро все равно встречал пилигримов. А здесь расстояние между городами, где ночуют пилигримы, очень большие. И ты выходишь, и только встречаешь их, когда уже доходишь до места, как правило. И это на самом деле очень клево. Я хотела именно вот так вот идти. Хотя иногда мне не хватает вот этого какого-то единения, братства в течение дня. Но тем не менее, вот здесь вот так прекрасно одиноко. Как раньше, наверное, ходили первые пилигримы еще. В одиночестве же шли. Ну, собственно, вот эта вот гора. Вот эта вот горушка. Это уже Испания. И сейчас мой путь пойдет вот немножко вот через этот город. И потом можно будет пройти либо вот так по берегу, обогнуть гору, либо как-то дорога есть еще и не по побережью, но, конечно же, не через гору. Нет. Так что, действительно, до Испании вот рукой подать. Стрелочки уводят меня от океана в туннель. Видимо, дорога в город Каминха, Каминья пролегает вот как-то так. Уже не по океану. Так что я ошиблась, сказав, что... Сказав, что я буду идти 7 километров вдоль океана. Нет? Не все 7. Церковь зайти, что ли? Опа. А тут нельзя. Старая решетка. Какие-то. Утренние часы знаете, чем хороши? Ой, вот здесь, наверное, можно ноги паломником сесть и отмочить. Утренние часы хороши тем, что ты еще не устал. И ты можешь заходить в разные места, отклоняться от дороги, делать паузы. Вот. Не знаю. Здесь вот что-то было. Какая-то, видимо, старая... Ну, судя по... Что-то старое, но при этом... Церкви нет, она закрыта. Ну, вообще, да, здесь вот... А действительно очень, наверное, отдыхать. Или гримовы под деревом. И ножки отмачивать. Ай... Может, написано. Хулия. Гулия-еха. Хулия-еха. Хулия-еха. Аказануш-каракоишь. Хит. Угу, угу. Нежно... Паментас-де-падронес. А, поменьше. А, поменьше. А, поменьше. Вот этот мужчина ходил шестнадцать раз, он, оказывается, ходил шестнадцать. Да. Итак, я делаю Финистерна и Ингелий. И 14 в португийском языке. 14 в португийском языке. Угу. А вы спрашиваете, не скучно ли ходить по одному маршруту, ребята? Чё-то я шла-шла вон там по улочке. А подумала, а чё это по улочке-то? Когда тут вон река. Река, которая делит Португалию. Отделяет, точнее, Португалию от Испании. Дошла до катедраля города. Ну, как вы понимаете, он закрыт. Представляете? вообще почти всё закрыто ещё в этом старом городе. Блин, он такой красивый. Ну, я его обошла весь по кругу, он закрыт. Штампиков здесь тоже не получено. Фу, пойду найду хоть открытки купить, потому что всё закрыто, и я даже, честно говоря, не знаю. Ребята, как я их буду отправлять? Просто, наверное, привезу вам марки. Потому что, если я их сегодня не отправлю, не куплю открытки, то у меня пропадут и марки. И марки у меня пропадут португальские. Придётся в Испании снова покупать. Я кое-как нашла, где купить открытки. Сейчас бегаю и ищу почту. Местные посоветовали туда вперёд, я бы там была, но там я ничего не видела. В общем, а в мыслях, знаете что, я купила ножик, потому что я увидела арбуз. И... И теперь хочу купить арбуз, раз уж я ножик купила, сесть на бережку и всё, и никуда не идти. Но... Время полдвенадцатого, после парома ещё четыре километра будет до альберги. И он не очень большой тоже, насколько я понимаю. Поэтому, блин, надо бежать, занимать места, её моё. Как всё-таки круто, когда у тебя есть отель забронированный, ты можешь никуда не торопиться. Симпатичная улочка, кстати говоря. Такая. Ребятки, почта-то находилась вообще на самом входе в город. Вот она. Но у неё надпись не с той стороны, откуда вот я, получается, вот так вот пришла. И вот, кстати, а в машинке стоят тоже почтовые. Ай, ёлки-палки. Ну, ладно. Квест пройден, почту я нашла. Вроде отправляю туда. Пока. Так, по поводу парома. Билет стоит полтора евро. Последний утренний уходит в двенадцать. Вот расписание. А первый потом пойдёт в два часа только. Вот. Такие дела. Оп. Так. Чё-то все три Гринкова я встретила. Пошли в итоге через континент. И на пароме, пока я однако, переправляюсь. Ну вот. Ну вот. Всё. Вот такой вот паромчик. О, можно наверх пойти залезть. Класс. Опа. Вот такой паром. Пока, Португалия! Пока! Да топала. Вот этими вот ножками. Из Португалии в Испанию. Блин, ехали буквально минут десять. Ну что, привет Испания! Привет! Я вижу уже первую стрелочку. Первую стрелочку. Вон они, вон там уже. Нас зовут налево. Камина Португезда Коста. Что такое двадцать? Двадцать километров? Вы меня так не пугайте. Так. Пошла, я видела эту башню. Ну, я смотрела на это ответвление. Внутренним чутьём чувствовала, что надо сворачивать. Короче, сделала сейчас лежку. Ой, блин, семьсот метров туда-обратно сгоняла. И вовремя догадалась посмотреть на карту. Потому что ни стрелочек нет, и нет, и нет. Фу, блин, не вон туда, короче. Ой. Когда есть карта. Пусть она часто не точная. Но лучше её иметь. Чем совсем без. Фу, тропка уводит меня в лес. В тенёчек. Фу, спасибо тебе, путь за это. За тенёчек и залез. Здесь сейчас стали встречаться фонтанчики. Где вот можно сесть. И, видимо, в стародавние времена можно было здесь ножки охладить. Хотя фонтан 1918 года всего лишь. Слушайте, тут такой лес, конечно, мне даже немножко ссыкотно. по нему идти. Мне тут в комментариях в инстаграме писали, спрашивали, нет ли кабанчиков в другом месте. Я теперь иду и всё время думаю об этих кабанчиках, когда перехожу по лесу. Ну... В общем, да, как-то... До людей недалеко. Но одной как-то... Фух... Ребятки, я дошла наконец-то до города. До сегодняшнего, до гарды. Альберк открыт, но там никого нет. Ну, вроде как можно заходить. Но я пришла попить и поесть пульпо. Его сейчас там ножничками стригут. Обед пилигрима выглядит в Галисии вот так. Пульпо де Галего. Касс, лимон и пиво. Я дошла. Альберк открыт. Но написано, что можно заходить и идти по аспитальеру. Придёт позже. И вот эта вот комната раз. И там ещё одна есть комната. И вот ещё тоже большая.